Коллеги, добрый день. Меня зовут Мария Нинашева. Я руководитель проекта 1С. Также я в некоторых проектах участвую как консультант-аналитик 1С. Мои экспертные области это документооборот, электронный документооборот, управленческий учет. В частности, сегодня мы будем с вами говорить про функционал программы документооборот 2.1. Сейчас немного расскажу о порядке нашего сегодняшнего вебинара, как мы будем с вами сегодня работать. Я являюсь и спикером, и модератором, то есть запускаю вас вебинар. Я смотрю участников, чат также просматриваю сама, поэтому, может быть, где-то не могу настолько оперативно прям среагировать. Если, допустим, вас выбило из вебинара, то запускать где-то могу там не сразу. Подождите, если вдруг заходите, повторно. Подождите, я вас обязательно увижу и запущу. Все вопросы, все коммуникации у нас с вами через чат. То есть, если что-то хотите спросить, спрашивайте, во-первых, сразу в чат. Мы сначала будем с вами разбирать основной материал. Если ваш вопрос будет укладываться в мою основную речь, то есть в тематику основного материала, то я его постараюсь максимально раскрыть. Если мы не успеваем с вами, либо не затрагиваем этот вопрос в основном объеме вебинара, то после разбора основной темы мы вернемся к вопросам и их рассмотрим. Только, пожалуйста, пишите их сразу, чтобы ничего не забыть, не потерять. Часто бывают такие моменты, что вопрос нужно рассматривать в контексте вашей организации, вашего, ваших конкретных процессов. Если это понимаю, то предлагаю вам все-таки общаться не в рамках вебинара вопрос разбирать, а можем для каждого участника предусмотрена возможность проведения встречи отдельно, и это будет совершенно бесплатно, с разбором именно вашего вопроса конкретного на ваших процессах. Чтобы внимательно изучить ваш вопрос, погрузиться, вот такая есть возможность для участников вебинара. Тема у нас сегодня мероприятие в документ оборот 2.1. Программу мероприятия тоже сейчас выявила с планом вебинара слайд на экран. Мы сегодня рассмотрим интерфейс общей возможности системы документа оборот 2.1 кратко и функционал именно по мероприятиям. По таймингу наш вебинар занимает 45 минут, ну и вопросы, которые не успеем разобрать, мы можем отдельно, либо в рамках встречи, либо просто в рамках коммуникации, там, телефону, созвониться и разобрать. Обязательно мы всегда добавляем и анонсируем пункт про интерфейс общей возможности системы, потому что не все смотрят циклом наши вебинары. Мы готовим пока наиболее актуальные темы, разбираем. В дальнейшем мы планируем именно создание больше учебного курса, то есть сейчас он такой курс, он более емкий по наполнению тем, то есть не очень глубоко мы темы разбираем, но стараемся охватить все необходимые вот вопросы такие для пользователей. Наверное, для технических специалистов где-то не хватает погружения, но это именно не цель данных вебинаров, поэтому если вы чувствуете, что технически вам информации не хватает, у нас были такие запросы, мы проводим дополнительные либо обучение, там уже планируем, назначаем совместно с нашими гостями, либо мы учитываем, что в дальнейшем нам вебинары нужно проводить конкретно по некоторым темам технически, поэтому обратную связь мы от вас тоже будем ждать. В рамках сегодняшнего мероприятия мы будем идти вот по следующему плану, который у нас сейчас на экране изображен. Начнем мы с вами с интерфейса и общих возможностей системы. Как я вот вижу в чате уже есть у нас гости, кто использует системный документ оборот 2.1, значит интерфейс вам будет уже привычен. Сейчас мы перейдем в саму систему документа оборот 2.1 и посмотрим на примере. По ходу вебинара я буду переключаться с системы на презентацию, чтобы какие-то моменты более наглядно показать. Единственное, я у вас в чате буду спрашивать, видно ли саму систему. Сейчас вот видно документ оборот системы. Напишите в чате, да, нет. Вижу, хорошо. Спасибо, Ирина. У нас сейчас перед нами система документа оборот 2.1. Посмотреть, где мы именно сейчас находимся с вами, в какой программе, мы можем, нажав на меню и о программе, то есть мы видим версию программы, какая у нас конфигурация запущена. Сейчас у нас демо база документа оборот и сейчас мы работаем под пользователем Федора ФП, это директор. Умышленно я взяла такого пользователя, чтобы рассмотреть именно рабочий стол руководителя, рабочий стол директора. То есть на на рабочем столе директора у нас расположены виджеты. Виджеты это инструмент, который можно, ну он такой гибкий, то есть вы можете добавлять виджеты, которые вам нужны, вы можете убирать ненужные виджеты, то есть это быстрый доступ к той информации, которая нужна сотруднику именно текущему, то есть это для конкретного пользователя настройка рабочего стола, который хочет видеть именно этот пользователь, что нужно ему именно для работы. При первоначальной настройке системы для пользователя очень важно это учесть. То есть если неверно настроить рабочий стол, то нужная информация будет долго идти до пользователя и будет загромождение всякой ненужной информации. В данном случае мы видим, что текущий набор стандартных виджетов, то есть задачи мне, почта. Здесь мы видим актуальную информацию, что у нас пришло в почту. Календарь, запланированные события. Здесь мы сейчас видим, что нет у нас в ближайшее время событий. В форме ответы задачи отдела, но в данном случае, вот если руководителю необходимо задачи отдела, то он их здесь может видеть и тут же видеть, сколько задач не принято, либо просрочено. То есть мониторить поставленные задачи отделу и понимать эффективность отдела. на контроле документы, мои документы точно так же, видеть, какие просрочены, какие без ответа, то есть делать уже соответствующие выводы. Ну, допустим, каждый день руководитель может начинать просмотр данных виджетов и понимать, куда ему двигаться. Мои дела, ежедневные отчеты, отсутствие, то есть то, что вам нужно, вы сюда можете вывести, чтобы уже свою деятельность планировать. Также можно произвести сразу настройки. Настройки можно произвести начальной страницы. Ну, то есть, собственно, те доступные формы, которые у нас есть. Данные настройки, они удобны для пользователя, поэтому здесь никакой сложности, как бы не обязательно даже технического специалиста для этого подключать, просто каждому пользователю достаточной инструкции, что нужно делать, чтобы себе удобно настроить первоначально стартовую страницу. настройку панелей, если, допустим, использует пользователь разной программы, в своей работе, там, бывает два экрана стоит, бывает один монитор, но при этом несколько программ запущено, и чтобы программы не мешали друг другу, то можно настроить панели, где они будут располагаться. Можно панель разделов тоже переместить. То есть, эти настройки, они пользовательские, и можно прям инструкцию сделать для нового сотрудника, либо технический специалист это настраивает сразу массово для всех. Ну, как бы мелочь, но очень добавляет удобство работы системы. Далее, по кнопке меню мы попадаем в меню разделов системы. В данном случае мы находимся под пользователем, под руководителем, и меню разделов у нас соответствует тем функциям, которые выполняют данные пользователи в зависимости от тех настроек, которые есть. Ну, то есть, допустим, если мы зайдем под администратором, что мы позже сделаем, там мы увидим еще раздел настройка администрирования, то есть, функционал, который должен у вас пользователь выполнять, он отражается в наполнении данного пункта меню разделы. Наполнение самих пунктов меню, то есть, что у вас вот здесь, какие строки есть, какие функции есть в доступе у пользователя, они зависят от первоначальных настроек системы. То есть, если вы пользуетесь календарем, значит, он у вас тут включен, функционал. Если нет, то нет. Если вы мероприятия, о которых мы сегодня будем разговаривать, используете, то они у вас здесь есть. Если вы не используете этот функционал, то, соответственно, и пункты меню будут отсутствовать в разделах. Таким образом, если вы что-то не нашли в системе, первое, что нужно задать, какой вопрос, это включен ли у вас, в принципе, этот функционал в вашей системе изначально на старте. Поэтому очень важно, когда вы запускаете систему, понимать вообще, в принципе, что умеет система и какие возможности у нее есть. Ну и, в общем-то, стандартные разделы, то есть, главное, это основное рабочее место сотрудника. Здесь он видит все свои задачи, задачи отдела, календарь, процессы, то есть, все действия основные, которые он совершает в работе, основное, с чем работает. Работа с документацией, с файлами происходит из подраздела документы и файлы. Совместная работа – это все, что касается смежных каких-то задач сотрудников. Учет рабочего времени – это отчет, трудозатраты. Все, что касается именно по учету времени работы сотрудников. Нормативно-справочная информация – это обычно больше всего рабочее место сотрудника, который работает со справочниками, с данными НСИ в системе. Обычно мы рекомендуем выделять ответственного специального сотрудника, который работает с этим разделом. То есть, чтобы у вас не было недопонимания, кто чего изменил в системе, чтобы не было путаницы и некорректных данных в системе именно с НСИ, то обычно выделяют какого-то ответственного сотрудника, и он вот с этим блоком работает именно он. Управление процессами – это очень важный блок, где как раз-таки настройки процессов происходят. Все правила работают именно с процессами, настройки самих процессов, настройки шаблонов процессов. И настройка системы находится в блоке настройка. Также есть настройка администрирования раздела, он уже у администратора. Здесь мы рассмотрели с вами основной функционал системы, что система включает, ну и интерфейс, в принципе, с чем мы работаем в документоборот 2.1. Теперь вернусь к презентации, и мы начнем рассматривать уже вопрос наш основной о мероприятиях. Скажите, пожалуйста, по первому блоку, по интерфейсу, основному функционалу, может быть, какие-то вопросы есть, что-то было бы интересно далее рассматривать, там вебинарах какие-то темы, которые сейчас я так краешком затронула. Ну, может, и сейчас какой-то текущий вопрос есть, не забывайте писать в чат. Постараюсь сегодня их рассмотреть, либо там вынести за рамки вебинара. Что такое вообще мероприятие, и зачем этот функционал используется? Скажите мне, пожалуйста, в чате, кто-то использует функционал мероприятия в своей работе? У меня был буквально недавно такой случай. Мы вели проект именно в системе документоборот, то есть мы использовали документоборот как учетную систему, где вели именно проектные работы. У документоборот есть такая функция, что мы можем не только, как исполнитель проекта, не только своих пользователей создавать, но и пользователей других организаций. То есть у нас заказчик был тоже заведен как пользователь в систему, и мы некоторую информацию мог видеть, то есть там какие-то некоторые запросы, проектные работы на определенных этапах задачи, чтобы просматривать. Мы дали доступ заказчику в документоборот. И на этапе, когда мы начали работать в системе, мы не вели функционал мероприятия. Лично я столкнулась с большой потребностью в этом функционале. Почему? Потому что многочисленные совещания, многочисленные статусные встречи, но кто участвовал когда-либо в проектах, знает, что это такое. Да даже и любые просто планерки обычно фиксируются куда-то результаты. То есть сначала нужно создать какую-то программу мероприятия, что мы будем обсуждать. Все участники хотят обычно понимать, что же мы будем обсуждать на этом собрании. Потому что какую бы задачу ни выполнял сотрудник, он хочет понять, что от него хотят, когда руководство его куда-то вызывает. И нужно, во-первых, где-то указать программу мероприятия. Далее нужно оповестить всех участников мероприятия, понять, получили ли они это оповещение, получить от них какую-то обратную связь. То есть что они хотят рассмотреть, допустим, в рамках этого мероприятия, какие-то пожелания. Далее зафиксировать, кто какую роль исполняет в этом мероприятии. То есть кто будет писать протокол. Будем писать протокол, не будем писать протокол. Кому нужны результаты отправить. Далее нужно отправить результат и еще получить какую-то обратную связь о выполнении задач, либо пунктов того, о чем мы договорились на совещании. То есть вот любое мероприятие, будь то совещание, будь то какое-то мероприятие рекламное, будь то какое-то проектное мероприятие, оно всегда имеет некий жизненный цикл. И каждая организация, она для себя сама решает, где же она этот цикл будет вести. То есть как обычно делают. В электронной почте отправляют приглашение, создают в календаре, думают, ага, этот занят, этот не занят. Это нужно посмотреть все календари. Это нужно как-то вот скоординироваться. А кто ведет календарь, кто не ведет календарь. Кто ведет календарь в этом инструменте, кто в другом. Ну, в общем, очень много на самом деле времени уходит и сил, чтобы вот это все организовать. Хотя это старуха к мир, то есть совещание проходит в каждой компании. И потом мы вспоминаем, а что же у нас было месяц назад. Мы вот где-то вроде по теме собирались, а что же мы там решили, никто не помнит. Кто же несет за это ответственность, тоже непонятно. Вот задачу упорядочения всей этой деятельности и выполняют мероприятия документа оборот 2.1. Ну, для меня это послужило прям, так скажем, волшебной таблеткой в моей деятельности. Когда я для себя все это настроила, этот функционал, мои коллеги не использовали этот функционал. Он как бы у нас был такой, ну, мы не считали его прям таким функциональным, наверное, не погружались в него. Для меня это очень-очень сильно упростило жизнь. Вот поэтому прям на личном опыте я убедилась, как этот функционал экономит время, и он уже заложен в систему. То есть его просто нужно понять, как он работает, настроить под себя, и просто использовать элементарно. Вот всем, кто не использует, очень рекомендую. Где у нас находится вообще вся работа с мероприятиями? Сейчас я переключусь опять на систему, и посмотрим, где мы в документообороте в системе его видим. Так, сейчас секундочку, я перезайду в систему под администратором, иначе у нас с вами будет неполный функционал системы открыт. Вот сейчас у вас на экране должен появиться документооборот под пользователем администратора. Видно? Ну, в чатик мне напишите. Да, нет. Чтобы я понимала, что мой экран видно, что вы меня слушаете, что меня слышно. Коллеги. Кнопочка чата у нас находится внизу. Можете ее нажать и отправить что-нибудь. Вижу. Плюсик, спасибо. Я периодически проверяю. Были случаи, когда ведешь вебинар, и что-то происходит, и ты сразу не успеешь реагировать. Сейчас мы зашли с вами под администратором, и у нас вот сейчас как раз-таки полная права. Мы можем смотреть под пункт меню, то есть так же, как от руководителя мы заходили, только у нас вот стартовый экран по-другому выглядел, у нас там не было виджетов, и теперь у нас здесь появилась настройка администрирования. Вот чтобы у нас вообще в принципе функционал использования мероприятий был доступен в системе, то есть все кнопочки функции меню появились, нам нужно в настройках программ, то есть мы заходим в наше меню разделов, настройка администрирования, настройка программы, общие настройки. Все будет в презентации, которую мы по итогу направим, и вы сможете это все увидеть. У нас есть галка мероприятия, то есть если мы хотим ввести мероприятие, то мы здесь эту галочку вот устанавливаем, тогда у нас функционал будет доступен. Итак, мы сделали функционал доступным, что же у нас появилось? Теперь в разделе совместная работа у нас появились подпункты мои мероприятия, то есть это те мероприятия, где я как пользователь участвую, у меня доступны эти мероприятия, и все мероприятия, то есть это список всех мероприятий, которые я могу просматривать. Ну в данном случае я вижу все мероприятия, так как я под правами администратора, и максимально мы можем их рассмотреть. Куда мы попадаем? Мы попадаем в рабочее место, где видим все мероприятия, мы можем их отфильтровать по состоянию, по виду, по участнику, организатору, по проекту, по папке. Для того, если мы их не фильтруем, то мы видим просто списком по умолчанию все наши мероприятия, и они, как мы видим, выделены цветом, то есть они отличаются. Если у нас зеленым цветом, то у нас идет подготовка к мероприятию. В данном случае мы видим, что 6 декабря 2022 года оно у нас планируется, вот, и видим сразу участников мероприятия, которых мы планируем увидеть в нем. В красном выделены те мероприятия, которые были запланированы, но не произошли в какой-то причине. Зеленым цветом, точечкой выделены те, которые прошли у нас мероприятия, и серым цветом выделены те мероприятия, которые у нас отменены, не произошли и были именно отменены. Вот таким образом мы сразу видим участников, время проведения и статус. То есть можем сразу проанализировать, что у нас произошло с нашим мероприятием. В демонстрацию презентации возвращаюсь. Вижу, что демонстрация у меня включилась. Ну вот мы как раз с вами посмотрели справочник мероприятия, как он выглядит. Список мероприятий тоже мы рассмотрели. Вот в презентации этот вопрос раскрыт. Все скрины прикладывала по максимуму, чтобы вы также и по видео, и по презентации это видели. Для того, чтобы создать новые мероприятия в системе, можно пойти четырьмя способами. То есть тут уже в зависимости от того, как удобно пользователю от задач. То есть можно идти из самого меню, которое мы сейчас открывали, и создавать из пункта меню мероприятия. Так, вот я включила, конечно, презентацию, но, наверное, не смогу я так. Все-таки хочется мне показать вам систему. Так, то есть, как мы можем создавать мероприятия. Первый способ, это когда мы заходим в раздел совместная работа. Раздел совместная работа, это у нас вот такое рабочее место, где мы какие-то задачи, связанные с другими сотрудниками, со своими коллегами решаем. И отсюда мы можем создавать объекты, которые у нас связаны с другими сотрудниками. То есть это же совместная работа. Вот у нас мы прямо идем сразу в создание мероприятия, то есть не заходя в сам список мероприятий. Вот и у нас открывается окно создания мероприятий. Сейчас мы посмотрим далее, какие графы, откуда они у нас сюда попадают. Вот все обязательные к заполнению, они у нас выделены красным. Вот. Либо можно в окне самих мероприятий. То есть это у нас совместная работа, все мероприятия. И когда мы видим наши текущие мероприятия, тут же у нас есть кнопка создать мероприятие. Мы попадаем в то же самое рабочее место и отсюда же делаем создание уже нашего мероприятия. А также удобный способ создания мероприятия, это из-за какого-то элемента. Допустим, у нас есть некий документ, и мы хотим провести какое-то мероприятие, например, какое-то совещание по договору аренды. То есть мы хотим обсудить вот этот договор аренды и собрать совещание. Вот мы создаем на основании мероприятие. Либо там какой-то договор, мы хотим провести презентацию какого-то документа, какого-то договора, там еще чего-то. И мы создаем на основании элементы системы мероприятия. Тут у нас уже то, что может быть подтянуто из родительского элемента, оно у нас потянется, то есть участники, вот такой у нас потянулся, договор аренды и оборудования. Вот, поэтому это достаточно удобный такой способ работать из, создавать из элемента системы, подтягивая при этом некоторые элементы, которые уже идут, чтобы 10 раз их не заполнять, это вот проще. Также у нас наши мероприятия разделяются на протокольные и непротокольные мероприятия, то есть можно создавать виды мероприятий и разделять их на протокольные и непротокольные. То есть по протокольному у нас, в чем плюс протокольному, то что мы ведем протоколы, там обязательно должен у нас быть секретарь, который ведет протокол, у нас должен быть администратор совещания. Если это непротокольное собрание, то, соответственно, такого у нас уже ограничений нет и проще. Поэтому, ну вот именно протокольное, это не протокольное, мы указываем вид мероприятия и уже оттуда идет различная работа с данными видами мероприятия. Так, перейду, вернусь обратно к нашей презентации. Так, по видам мероприятия я вам сказала и уточню, что если у вас очень много мероприятий, вы ведете много мероприятий различные, допустим, у вас есть проектный отдел, там ведутся статусные встречи по проектам, есть, допустим, отделы рекламные, там ведутся всякие презентации, мероприятия выездные, есть отдел, допустим, там взаимодействия с клиентами, там вы предоставляете какие-нибудь демонстрационные, допустим, встречи и ведете их учет, ведете результаты этого учета, там составляются задачи на основании этих презентаций, то у вас появляется необходимость разделения на виды, какие у вас есть мероприятия. И в зависимости от этих видов можно настроить, какие данные необходимо в каждом виде заполнять. Допустим, если у вас это идет статус встречи, там какая-то определенная с результатом, с обсуждением текущих статусов выполнения задач, то необходимо расставить приоритеты, расставить задачи сотрудникам и сделать обязательно протокол по пунктам направить всем участникам. Это у нас будет один вид, строго рекоментированный, там у нас обязательно протокол будет, либо если это, допустим, там рекламная какая-то встреча, и там не нужен протокол, либо такая летучка какая-то, то это совсем другой вид встречи, и его нужно, ну, правила их ведения этого вида мероприятий совсем другие. Вот за настройку видов мероприятий должен у вас отвечать сотрудник определенный, отдельный, который отвечает обычно за НСИИ и в вашей системе. Я вот не зря говорила, что вот с этим разделом нормативно-справочная информация обычно выделяют одного сотрудника, либо сотрудников нескольких, которые работают с разными справочниками, там, допустим, с номератором, с видами документов, там, с работами работает один сотрудник с мероприятиями, работает другой сотрудник, но обязательно кто-то должен быть ответственный за нормативно-справочную информацию обязательно. Вот мы сейчас здесь пример посмотрим, какие могут быть виды мероприятий. Вот здесь, в демонстрационной базе у нас есть внешние мероприятия, внутреннее совещание и протокольное совещание. То есть вот мы видим яркий пример, какие они у нас разные. Вот у нас именно протокольное ведется с галочкой, что оно протокольное. Вот можем посмотреть, что у нас в виде мероприятия указывается. Протокольное, не протокольное, автоматически ввести состав участников. Для мероприятия этого вида заполнение рабочей группы является обязательным. Ведет куратор, то есть вот такие моменты, куратор, помещение. И можно еще дополнительные свойства мероприятия здесь вывести. То есть если у вас к данному виду мероприятий какой-то момент очень важный, то здесь же мы можем вывести какой-то признак дополнительно. Такая возможность существует. То есть вот в зависимости от того, насколько у вас разные мероприятия, насколько вы учет ведете глубоко по каждому из видов мероприятий, насколько нужно их в принципе разграничивать, вы можете ввести эти данные в видах мероприятий. Но опять же это ваше право, если вы понимаете, что у вас нет такой прям потребности, то лучше не перегружать ваших сотрудников и идти все-таки по пути наименьшего сопротивления. И использовать функционал минимально необходимый, не запутывая сотрудников. Это что касается видов мероприятий. Далее про жизненный цикл мероприятий. Я вам уже говорила частично, когда вводное такое слово говорила. Вот рассмотрим более подробно, что вообще включает, что автоматизирует мероприятие в документ оборот 2.1. Он полностью автоматизирует жизненный цикл мероприятия. То есть это подготовка, планирование участников вместо времени проведения, оформление программы, само мероприятие можно в программе проводить, согласование участия от участников. То есть они могут отправить оффер свой, что да, мы согласны с этим местным временем, либо не согласиться. Сами материалы можно подготовить, выложить, рассылку сделать участникам заранее. В самом этапе проведения фиксировать присутствующих и отсутствующих на мероприятиях, что очень важно, потому что очень сложно бывает, когда не понимаешь состав участников, кто же получил необходимую информацию, кто нет. Как они потом ее будут исполнять, если они ее не получили. И важно это зафиксировать, отследить и сделать необходимые выводы. Фиксирование принятых решений – это как раз протокол итоги встреч, которые мы фиксируем в системе. И само оформление официального протокола, где мы готовим по пунктам протокола, это если протокольное собрание ведем, есть возможность согласовать, утвердить протокол, исполнить решение по протоколу и провести анализ мероприятий, либо там массово как-то провести анализ мероприятий. То есть есть отчеты для анализа мероприятий, либо анализировать определенный отчет, определенные мероприятия по наполнению его карточки в системе. То есть так и так можно массовое и конкретное мероприятие проанализировать. Также, что важно, на основании этапов жизненного цикла мероприятия можно запускать процессы. То есть если мы провели мероприятие, там совещание по какому-то проекту, и мы хотим сразу отправить по почте письмо по результатам этого совещания, либо мы можем там программу на утверждение, когда мы готовим еще проект этого мероприятия, можем программу на утверждение отправить. Приглашение, запрос на предоставление материалов, материалы, вручение провести мероприятие. Можно отправить другие задачи участникам уже по результату совещания. Вот мы можем это сделать прямо на основании мероприятия, и получается прямо из мероприятия запускается процесс, и мы можем отследить уже этапы процесса. То есть мы запускаем процесс, допустим, согласование какого-то документа, у нас исполнитель получает задачу, мы эту задачу в процессах отслеживаем. То есть в данном случае у нас тут принтскрин тоже приведен, чтобы не переключаться в систему, на принтскрине тоже видно. То есть в процессах и задачи мы можем отслеживать все запущенные по данному мероприятию процессы и задачи и отслеживать, в какой они у нас стадии выполнения. Допустим, одному сотруднику мы поручили на основании этого мероприятия согласовать документ, другому мы поручили согласовать другой документ, либо выполнить какое-то еще действие. Все эти процессы мы видим внутри одного совещания. Таким образом, допустим, если у вас еженедельная встреча, на следующей еженедельной встрече вы можете открыть мероприятие прошлой недели встречи, посмотреть все процессы и задачи и сразу понять, в каком они у вас статусе выполнения. Выполнили ли за неделю ваши сотрудники те задачи, которые планировалось выполнить на прошлом совещании. Также, что касается прав на изменение мероприятия. То есть, вот так как мы, все участники мероприятия могут просматривать состав мероприятия, просматривать документы и файлы, но редактировать само мероприятие, то есть изменить, допустим, изначально проект мероприятия, план мероприятия, либо протоколы, не могут сотрудники. Таким образом, у вас сохраняются полные первоначальные виды, и никто его лишним не меняет. Те решения, которые вы приняли, вы полноценно видите в системе. Вот, также есть в отчетах раздела совместная работа. Мы видим сейчас на принц-скрине. Аналитика по нашим проведенным мероприятиям. То есть мы видим, переключилась. Анализ времени выступления, длительности мероприятий, время, затраченное на мероприятии. Ну, целый ряд отчетов, по которым мы можем анализировать сразу целый пул наших проведенных мероприятий, понимать, делать анализ по их проведению, какие-то выводы, там, оптимизировать. Допустим, если мы понимаем, что у нас на мероприятии, на всякие проведения совещаний, время тратится очень много, мы понимаем, что их можно оптимизировать. Вот. Также, вот мы говорили, что мы можем указывать виды мероприятий, а также для разделения по доступу для разных сотрудников. Допустим, вы хотите, чтобы какой-то вид мероприятий, там, данные вообще по этим мероприятиям были доступны одним сотрудникам, другие нет, можно это сделать на уровне настройки прав, на уровне доступа к папкам. То есть мы можем разделить наши мероприятия по папкам, либо это делается для удобства, чтобы вы, там, в тематике какой-то разделяете на папке ваши проводимые мероприятия. Допустим, там, по проектам можете поделить, либо по направлениям деятельности, по делам, как вам нужно, так вы его разделяете, это тоже удобный функционал, но у нас в демобазе на мероприятия не разделены, на папки не разделены мероприятия, но по аналогии с папками, используемыми теми же документами, стандартными, используются папки мероприятия. Так, по видам мероприятий мы уже с вами подробно разговаривали, в системе тоже посмотрели, что их можно разграничивать, и карточку вида мероприятий мы тоже с вами посмотрели. Так, по протокольному мероприятию я вам поверхностно говорила, еще раз фиксирую то, что протокольное мероприятие от непротокольного отличается тем, что у нас обязательно нужно фиксировать принятое решение на протокольном мероприятии, и там обязательно необходимо назначить председателя и секретаря, которые несут ответственность за это протокольное мероприятие. Про дополнительные свойства я вам также вкладочку прям показывала, где можно дополнительные свойства мероприятия какие-то значимые выделять. Это мы посмотрели с вами в системе. Так, теперь подробнее про карточку мероприятия. В системе мы ее открывали, и что можно вообще в принципе сделать в карточке самого мероприятия. Давайте я прям делаю демонстрацию, мы еще раз посмотрим, как бы оно вроде бы элементарно, но что у нас находится в самой карточке мероприятия. У нас указан вид мероприятия, то есть вот в данном случае внутреннее совещание, виды мы с вами просматривали. Важность, гриф. Если это общий гриф у нас на уровне прав доступа он доступен, если гриф у мероприятия, допустим, какой-нибудь там секретный, там определенный, ограниченный, то будут видеть сотрудники, которые имеют доступ на уровне этого грифа. Это у нас настройка на уровне прав. Лига в какой папке лежит это мероприятие, и это тоже у нас получается ограничивает права пользователей на доступ к этому мероприятию. Предмет это у нас необязательный пункт в данном случае. Организатор, дата начала, дата окончания, ну вот система нам подсказывает, сколько дней у нас осталось до данного мероприятия. Но вот это мероприятие я создавала сегодня для демонстрации. Вот у нас целых 160 дней осталось. Здесь у нас идет описание самого мероприятия, что мы хотим от него получить, чтобы наши участники могли заранее ознакомиться с этим мероприятием, сделать какие-то выводы, подготовиться, допустим. Участники мероприятия, что удобно делать сразу здесь. Очень классный функционал. Мы можем сразу проверить доступность, то есть если в календарях этих сотрудников на данное время, данную дату уже спланированы события, то у нас здесь укажет система, что сотрудники заняты. И сначала, если у нас сотрудники заняты системой МКАШ, то им попросят подобрать какое-то другое время для проведения совещания. Очень классная функция, которая экономит время. На вот это вот, а когда ты сможешь, а когда вы сможете, а когда у вас есть свободное окошко. И также система имеет функционал подобрать время, то есть она сама автоматически смотрит, если вы еще не установили дату и время, она сама автоматически смотрит и говорит, когда могут все участники принять участие в этом совещании, предлагает вам время. Ну и планировщик, то есть сразу будет видно календарь всех участников. То есть если вы понимаете, что нет такого времени в конкретной определенной дате, когда вы хотите, чтобы все участники были свободны, вы можете просмотреть в календаре и уже выбрать то, где подходит более-менее. Допустим, если Петров занят, но вы понимаете, что у него не очень важное совещание, вы можете его передвинуть, вы выбираете уже принудительно, даже тогда, когда он занят. Вот также программы мероприятия, прикрепленные. Мария, простите, пожалуйста, я задала вопрос. Скажите, а как система видит свободное время участников? Она синхронизирована с Outlook? Календарь должен быть, вижу, да, ваш вопрос сразу не отследила, должен быть включен функционал календаря, настроен в программе 1С документооборот. И тогда этот функционал будет доступен. Вот как я изначально говорила, то есть чтобы использовать определенный функционал, он обязательно должен быть включен и настроен. Это как раз вот тот случай. И сотрудники именно должны вести, можно и с Outlook синхронизировать, это уже нюансы настройки, вот, синхронизировать с разными инструментами, вот, но самое главное, чтобы здесь документооборот, вот этот функционал ввелся. И данные здесь были, подгружались. Вот. Функция классная, мы ее используем активно. Дальше, так, про программу сказала, файлы можно подгружать, категории, рабочие группы, дополнительно можно указать, да, вот хотел бы про рабочую группу сказать. Здесь, если вы создаете рабочую группу из какого-то другого элемента, справочника, то у вас рабочая группа потянется автоматически. если же сами выбираете, то есть здесь вы можете сразу там из справочника и по подразделениям выбрать рабочую группу, можете по ролям выбрать, допустим, если у вас там вы хотите провести, я не знаю, там для всех ответственных согласований с стандарагентами там какое-то совещание по данной тематике удобно будет сразу группой выбрать. То есть тут тоже вот функционал удобный по рабочим группам. Что еще можно сразу сделать из карточки, как я уже говорила, можно запустить процесс какой-то и вы сможете по карточке мероприятия сразу отслеживать, мы можем посмотреть все варианты, какие нам предлагает система по процессам, то есть прямо отсюда отправляете процесс, запускаете и его можете отслеживать, уже удобно будет смотреть далее по прошествию какого-то времени, что у нас с этими процессами произошло. Во вкладке процессы и задачи мы видим какие у нас были процессы запущены, когда они были запущены, кто исполнитель и их результат. Стандартные процессы и задачи прохождения мы здесь видим. Так, вернусь в нашу презентацию. Я стараюсь ускориться, но, честно говоря, я думала, что уложусь по этому материалу, но оказалось, что что-то очень много. Вот, по созданию мероприятий я вам уже тоже проговаривала, говорила. Так, это мы с вами в системе сейчас посмотрели. Участники, доступность, подбор времени мероприятия мы с вами разобрали. По программе мероприятия. Программу мероприятия обычно добавляют, ну, либо файлы прикладывают, либо прям списком с какого по какое время, что планируется. Очень часто бывает, когда, допустим, мероприятие на целый день, и у вас участники не полностью всем составом должны быть весь день. Допустим, сталкивалась я с таким, что есть совещательный день, вторник, и к руководителю компании приходят в свое время руководители проектов или подразделений и отчитываются каждый по своей тематике. Где-то там некоторые участники, они два-три пункта из этой программы, где они должны присутствовать. Вот это очень удобно, как раз содержание, комментарии сразу прописаны, и участник понимает, из чего состоит программа, где ему нужно быть, где не нужно быть, ну, и в презентациях тоже это очень удобно. Саму программу можно как в таблицу ввести, как в файле, так и отдельный документ какой-то создать. То есть форма программы мероприятия, она такая, которая вам удобнее, которая вам нужна. Вот здесь, конечно, создатели клиента оборот постарались для удобства пользователя. Протокол у нас есть в качестве именно вот как вкладки отдельный протокол, только там, где у нас совещание протокольное. Вот мы как раз тот пример, который смотрели, там вкладки протокол нет. Чтобы она появилась, нужно, чтобы это было протокольное совещание по виду мероприятия, и тогда можно вносить протокол. В чем тоже есть особенность введения протокола, в том, что его также можно ввести по пунктам и назначать, делать там какие-то действия, ставить задачи по каждому пункту отдельно. То есть, допустим, если вы в результате совещания приняли 10 решений, и каждый пункт у вас выполняет отдельный сотрудник, ну, неправильно было бы делать одну задачу на основании этого совещания сразу и рассылать всем участникам, то есть, там, Петрову какую-то задачу назначили и прям делаем из конкретного пункта конкретную задачу конкретному человеку, из другого пункта мы другим участникам делаем задачи, из третьего пункта третьему участнику делаем задачу, и все это мы видим в карточке мероприятия, это очень удобно, мы сразу все процессы видим, там, допустим, приняли 20 решений, мы все процессы, сразу все видим на каком этапе, видим, что 3 человека у нас профокапили задачу, ничего не сделали за неделю, мы им можем прямо на следующем совещании открыть это, увидеть и сказать, ай-яй-яй, почему же так получилось, давайте будем исправляться. Вот, ну и программа мероприятий, протокол мероприятий, они у нас очень сильно связаны, то есть по сути пункты у нас должны быть аналогичны и отражать, если у нас есть в программе мероприятия какой-то какой-то вопрос мы хотели рассмотреть, при этом протоколе у нас об этом ничего нет, то это нужно учесть, вот как раз таки введение в документообороте в системе это отражает, вы сразу видите, что какой вопрос вы не рассмотрели. Вот, по поводу отправки протокола, как я уже сказала, можно отправлять всем участникам, то есть подготовить и отправить всем участникам протокола по кнопке отправить, либо если вы нажимаете на конкретный пункт протокола, то вы можете отправить задачу, поручение к какому-либо конкретному участнику, что позволяет разделить задачу. Про раздельное исполнение пунктов протокола у нас очень подробно в презентации, но я уже прямо на этом остановилась. как я уже сказала, что в рабочей группе у нас все участники, которые могут просматривать, но не могут редактировать саму карточку мероприятия, могут только смотреть и редактировать некоторые документы. Все мероприятия, которые у нас запланированы, нам совещания поставлены, кто-то другой установил нам в календарь совещания, то мы его поменять вручную уже не можем. То есть оно у нас уже в календаре и просматривать мы его можем в совместной работе. Мой календарь, то есть как я уже говорила, все, что у нас связано с работой с нашими коллегами, с взаимодействием каким-либо, это у нас совместная работа. И если мы используем функционал календаря в системе, вот соответственно как наш календарь могут просматривать другие пользователи и устанавливать совещания, так и в своем календаре мы вот таким образом мы видим календарь. У меня в данном случае сейчас не установлены какие-то совещания, но вот здесь будет время и день, когда у нас есть совещание и уже убрать мы это не сможем, то есть перенести самостоятельно мы не можем. Вернусь в презентацию. Календарь, кстати, тоже мы достаточно долго настраивали из разных календарей информацию, чтобы у нас стекалось, но это инструмент прям классный, как-нибудь про него тоже расскажем. процессы задачи. Допустим, если мы создали, вот, кстати, вопрос, я его ожидала, не было пока его, если мы создали мероприятие и нам нужно перенести время и даты мероприятия, то тут есть два пути, что мы можем сделать. Принудительное завершение задачи и повторно разослать приглашение и пометка приглашения на удаление и рассылка новых. Ну, то есть либо задачу, либо сами приглашения нужно удалить и разослать новую. Вот таким образом мы переносим мероприятие, такая возможность тоже предусмотрена. Также, как я говорила, что в программе можно вести учет мероприятия организаторами, которых являются контагенты, при этом все реквизиты и все связи, которые у нас уже существуют в системе, они будут автоматически устанавливаться и подтягиваться. Ну, допустим, у нас, если письма приходят от регулирующих органов, там, поучаствовать в каких-то выездных мероприятиях, сессиях, уже на местах мы это можем отражать в нашей системе, либо там какой-то отраслевой форум. Ну, вот у меня был опыт, когда у нас заказчик сам ставил нам сообщение по каким-то вопросам, то есть появился у нас в ходе проекта, бывает, появлялись смежные какие-то задачи по другим системам, где мы выполняли также работы. и нам заказчик сам предлагал мероприятия, устанавливал их, мы принимали участие, либо приглашал, там сразу ввели проект несколько интеграторов компаний, и на какие-то большие встречи, где участвовал несколько интеграторов, заказчик сам собирал, и с помощью документа оборотов как раз нас в эти мероприятия приглашал. Это тоже очень удобно, чтобы в одной системе еще и такие мероприятия тоже вести. Анализировать все мероприятия по этапам, по результатам можно из, как я говорила, совместной работы, все мероприятия, и мы видим разные варианты отчетов, чтобы проанализировать, сколько мы времени тратим. кто у нас нарушает, кто не ходит мероприятия, какие непринятые решения по каким мероприятиям у нас были, то есть это тоже важно понимать, допустим, у нас есть какая-то тема, и мы уже ее там солим месяцами, и никак не можем принять решение, вот как раз по этим отчетам мы можем понять, сделать аналитику, то есть мы можем по конкретным мероприятиям смотреть, открывать карточку, анализировать, какие процессы задачи у нас были запущены и не исполнялись, а можем сразу массово по ряду мероприятий сделать какие-то выводы, как я уже говорила по своему опыту, функционал это до боли простой, его обычно закрывают эту потребность либо с помощью электронной почты, либо там ведут какие-то бумажные протоколы, там где-то фиксируют в гугл доксе, где-то еще, кто что использует, но смысл в том, что нет какой-то единой системы, где вы можете сразу по сквозному процессу отследить все свои мероприятия, сразу увидеть во всех направлениях, вот документооборот это полностью закрывает и еще и синхронизирует с такими инструментами, как тот же календарь, очень удобно все это отслеживать, поэтому я очень рекомендую этот функционал, если вам его нужно настроить, помочь, понять с какой стороны к нему подойти, нарисовать ваши процессы, потому что перед тем, как любой процесс автоматизировать, вы должны понимать, как он в принципе происходит, что туда нужно добавить, настроить, какие у вас пользователи, где должны включены быть, и самое главное, кто у вас какой информации должен иметь доступ, потому что по результатам, как по своему опыту, результаты многих совещаний, их нельзя доносить до широких масс, особенно не вовремя, нужно четко понимать, кому, когда, какая информация должна быть доступна, вот это особая тема документооборота, и когда мы делаем настройку функционала мероприятия, это тоже очень-очень важно. Вот, ну, вопросики постаралась раскрыть сразу по ходу вебинара, время мы немного перелимитили, мы, мы, Лариса, вижу ваш вопрос, мы проводили прям отдельный вебинар по настройке прав доступа, это очень обширная тема в документе оборот 2.1, одна из самых сложнейших, разограничение прав доступа делается, как при создании самих пользователей на нескольких уровнях, в зависимости от той сложности, которая нужна вашей организации, то есть там прям отдельно огромная тема. Так, направить электронную, у нас вебинар выложен в интернете и на сайте в свободном доступе, я тогда пометочку сделаю для маркетинга, когда они будут направлять рекламные материалы по результатам данного вебинара, чтобы они информацию по этому вебинару тоже вам добавили. Спасибо за вопрос. Вот, также в июле мы планируем пока темы вебинаров, они у нас пока не анонсированы, поэтому мы с удовольствием получим от вас обратную связь, что вы хотели бы посмотреть, послушать, какую информацию, в каком формате и постараемся максимально на ваши запросы ответить. Но сегодня я вас благодарю за активность, за вашу обратную связь, всего вам хорошего, хорошего дня, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok